Всем большой привет, кто смотрит это видео. С вами Катя. И сегодня в видео покажу вам свой новый купальник и новую книгу для меня, книгу «Открытие», книгу «Взрыв эмоций». Давайте начнем, наверное, все-таки с книги. Более интеллектуальная беседа, скажем так. Это «Счастливые люди читают книжки и пьют кофе». Не буду вам коверкать фамилию автора. Давайте вы лучше ее прочитаете на свой лад, скажем так. Чем зацепила эта книга? Так, тем, что это действительно взрыв эмоций. Книга очень эмоциональная. Она рассказывает нам о молодой женщине, которая теряет свою семью в автокатастрофе и которая в течение какого-то определенного времени пытается справиться с жизненными трудностями, пытается научиться жить заново. Ей это плохо удается и в конце концов она уезжает в совсем другую для нее страну, в небольшую деревушку и там встречает свою любовь. Вообще книга действительно вызывает эмоции и слезы и радость и вообще такой, знаете, взрыв чувств. И ты понимаешь, что все в мире безмятежно, все в мире так скоротечно, что нужно ценить каждый момент своей жизни, как бы это банально ни звучало, но все может оборваться вообще в любой миг. И как бы ты не был счастлив, богат, успешен, как бы ты был несчастлив, ты можешь все изменить, ты можешь все понять и ты можешь все потерять. В общем, книга такая, по крайней мере для меня она вызвала именно эти чувства. У меня она вызвала именно эти эмоции. Я прочувствовала этот роман так. У девушки в романе свое литературное кафе. Из этого следует, наверное, название этой книги. И вообще купила книгу именно из-за обложки и купила именно из-за названия вообще. Книга читается очень легко, очень быстро, на один вечер. Но если ты начнешь, ты не можешь уже оторваться от этих страниц, потому что книга потрясающая. Очень легко, девчонки, читается и вызывает бурые эмоции своей легкостью. Я написала этот роман, я так понимаю, молодая девушка, француженка, 30-летняя. И вот фото, я насколько поняла, надеюсь, не ошиблась. Вообще книга потрясающая. Чем-то напоминает роман, фильм ПС «Я люблю тебя». Тоже вот что-то такое есть, общее, но все-таки, конечно, разные сюжеты с внутренней, но что-то общее есть. Хороший такой шрифт и приятный аромат бумаги. Вообще, люблю книги в бумажном варианте. Я бы рекомендовала присмотреться и почитать эту книгу, потому что книга действительно заставляет задуматься о том, что все скоротечно. И давайте новый купальник. Почему купальник зимой? Потому что была хорошая распродажа, хорошая скидка. Вообще, хожу в бассейн, мой купальник старый меня устраивает, но мне захотелось перемен. Решила сделать себе такой новогодний подарок. Была хорошая скидка, 50% обошелся купальник мне. Всего лишь 500 рублей, но почему бы и нет. Вот, такой вот верх купальник, такой лифт, красивое вот это украшение. Хорошая чашечка, хорошо держит грудь. Грудь ничего у меня не вывалялось, мой нескромный размер никуда не делся. Вообще, такой лифт на завязочках сверху одевается на шею. Нравятся именно вот эти вот завязки, потому что можно хорошо отфиксировать грудь, так как вам нужно, можно затянуть потоже, можно затянуть послабше. Вообще, хорошая, красивая цветовая гамма, кислотный, салатный цвет. Вообще, потрясающий купальник, он мне действительно очень понравился. И низ купальника, обычные трусы-слипы. Единственное, они мне немножко большеватые, но тоже регулируются за счет вот этих вот своих завязок. Вот таким образом они выглядят. И там уже идет такой вот бирюзовый цвет. В общем, по-моему, неплохой такой купальник за цену в 500 рублей. Это самое вообще, мне кажется, отличное средство. Не средство, а отличная покупка. Всем я осталась довольна. Книга осталась довольна, купальникам осталась довольна. Она отлично вообще искупалась в этот раз. В обае себя нехорошо так потренировалась. Такое вот получилось видео. Спасибо всем большое за просмотр, за подписку, за внимание. Вообще, девчонки, большое спасибо за то, что вы пишете мне комментарии. Я всем вам очень рада. Рада новым зрителям, рада новым людям. Рада общению с вами. Спасибо всем большое еще раз. И всем пока-пока.